СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ Уровень участников растет, количество растет, конкурс развивается и о нем начинают узнавать во всех уголках нашей страны. Это здорово. Декоративно-прикладное направление фестиваля – это не только поделки, но и, например, коллекции одежды. Юные модельеры из Одинцовского центра эстетического воспитания представили свои работы, вдохновленные творчеством известного испанского архитектора Гауди. И наши девочки связали и сами на себе показали эту новую коллекцию. Вот, например, вот эта модель. В парке в Барселоне есть такая знаменитая ящерица. Вот она посвящена вот этой ящерице. Вот покажи. Вот видите, голова, хвост. Удивляет свежесть и простота идей. Согласитесь, легко представить, что такие пирамидальные шапочки могут стать писком сезона для подростков. Например, этой весной. Неподалеку работает жюри по направлению изобразительного искусства. Возглавляет его Эльмира Ашурбекова, преподаватель Строгановской академии. Судьей в Серебряном олене она выступает уже 10 лет. Говорит, нередки случаи, когда участники фестиваля поступали потом в высшее учебное заведение. Судейство позволяет ей отслеживать развитие талантливых художников с самого начала творческой карьеры. Сказала, что были года, когда уровень был чуть выше. Возможно, это повлияла пандемия, когда год-два дети занимались все-таки изобразительным искусством дистанционно. Эхо мировой пандемии можно увидеть и в нумерации конкурса. Впервые он был проведен 26 лет назад, а по счету только 24-й. Во времена ковида для защиты детей от проведения конкурса отказались. Тем не менее, сейчас он набирает новую силу. Например, для победителя появился действительно интересный приз – летний отдых на море. Фестиваль «Серебряная олень» дает возможность лауреатам и победителям попасть в Артек, так как комитет по культуре Однесовского городского округа является партнером Артека уже второй год. И среди победителей «Серебряного оленя» будет объявлен дополнительный конкурс на возможность этим летом поехать в Артек. Ирина Ватрунина отмечает, особенно приятно, что в последние годы все чаще члены жюри различных всероссийских и международных конкурсов делают отсылки на «Серебряного оленя», знают его. При этом Одинцовский фестиваль достижений молодежи и подростков остается совершенно бесплатным для участников и позволяет им создать профессиональное портфолио для дальнейшей творческой жизни. Тимур Гайсин, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.